Здравствуйте, уважаемые зрители! Весть о том, что Куандык Бешимбаев вышел на свободу, стала словно гром среди ясного неба. Еще бы! Казалось, совсем недавно этого человека, а я напомню, что он был не простым гражданином нашей страны, а ни много ни мало министром национальной экономики, приговорили аж к 10 годам лишения свободы. Но вот, оказывается, эти годы уже прошли. Нет-нет, вернее, прошло всего 2,5 года с момента его задержания. 2,5 года. И Бешимбаев на свободе. Да, вкратце расскажу предысторию вопроса. Итак, молодого министра задержали 10 января 2017 года. Ему вменяли хищение 1 миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызларде и неоднократном получении взяток. По делу проходили 23 человека, в том числе и двоюродный брат экс-министра. В марте 2018 года Бешимбаева приговорили к 10 годам заключения. И вот эта скандально-тюремная эпопея закончилась. Я, конечно же, поздравляю Куандыка Бешимбаева с освобождением. Согласитесь, провести в местах лишения свободы даже один день испытаний не из легких. Наверное. А тут целых 2,5 года. Знаете, услышав весть об освобождении экс-министра, меня стали терзать смутные сомнения и мысли. Вот человек, хоть и непростой, нанес государству ущерб в размере 1 миллиарда тенге, не долларов. Причем действовал не один, а в составе огромной группы ОПГ. Брал периодически взятки, как утверждает следствие. И вдруг выходит на свободу. Не отбыв и третий срок наказания. Причем сначала было непонятно, по каким основаниям он вышел. Возместил ущерб государству и выплатил штраф? Вышел по условно-досрочному освобождению? Или это была амнистия отдельно взятого человека? Чуть позже появилась информация, что осужденного помиловал президент. Бешимбаев вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Присужденный судом иск возместил. За период отбывания наказания имел положительную характеристику и принимал активное участие в культурно-массовых мероприятиях. Пояснили в Комитете уголовно-исполнительной системы. Вообще, мне кажется, десятка – любимая цифра нашей судебной системы. Ведь именно настолько были осуждены многие фигуранты громких дел, в основном большие начальники. Достаточно вспомнить, что к десяти годам были приговорены экс-премьер-министр Серик Ахметов, экс-вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев, экс-зампред национальной компании Казахстана Инженеринг Канас Султанбеков и другие. Ну и в том числе, конечно же, господин Бешимбаев. Так вот, ни один из вышеперечисленных господ не отсидел свой срок до конца. И не только они. Многие другие чиновники тоже от звонка до звонка, так сказать, не чалились. Простите за блатный жаргон. Ладно, чиновники, самый большой вред от них – это коррупция и нанесение ущерба государству. Плохо, когда на свободу выходят люди, наносящие физический ущерб здоровью граждан. Здесь, наверное, уместно вспомнить такие резонансные дела, как жестокое избиение бизнесменом Кайратом Жамалиевым молодого человека и изнасилование майором юстиции Русланом Хакимовым, заключенной Натальей Слетишиной. В обоих случаях виновный и приговоренный к многолетним срокам Жамалиев и Хакимов досрочно вышли на свободу. Первый из 13 лет отсидел всего лишь 3, второй отсидел столько же, 3 года из 9. Причем Жамалиеву за неотбытый срок был назначен штраф. За свободу он заплатил, внимание, 862 193 тенге. Официально. Государству. Нет, я, конечно, понимаю, что сейчас идет курс на гуманизацию уголовно-исполнительной системы и некоторые статьи Уголовного кодекса смягчили. Вместо отсидки ввели систему штрафов. Но иногда так и хочется воскликнуть словами одного классика. Всему же есть предел, братцы! Я понимаю, когда на свободу досрочно выходят люди, виновные в экономических преступлениях. Но когда освобождаются осужденные по тяжким статьям, это вызывает в обществе недоумение и недоверие к властям и системе. Скажите, ну кто же после всех историй будет бояться тюрьмы? А ведь они, эти тюрьмы и колонии, несут в себе не только функции исправления, но и наказание, которое должно быть соразмерно с одеянным преступлением. Вот вы, уважаемые зрители, не замечаете, что как наши правоохранительные органы не борются с коррупционерами, их не становится меньше. А почему так? Да потому что они, эти коррупционеры и взяточники, не боятся нашей судебной и уголовной исполнительной системы. Потому как знают, что если их поймают и дадут лет 10-12, они обязательно выйдут по УДО, по амнистии, через штрафы, взятки и знакомых. В общем, система наказания у нас перестала выполнять свою прямую функцию. Спрашивается, зачем тогда нужно ловить этих мздоимцев, устраивать громкие процессы, давать им большие сроки. Может, сразу все узаконить? Поймали со взяткой, оплати штраф и живи себе дальше на свободе и трудись на прежней работе. Сплошной фарс, не правда ли? И под занавес еще раз хочу поздравить Куандыка Бешимбаева с освобождением. Он ведь еще молод, умен, полон сил и вполне возможно, что когда-нибудь еще раз станет каким-нибудь министром. А что, у нас ведь все возможно. Всего вам доброго.